Сегодня руководители региона Александр Цибульский и Александр Лутовинов провели рабочую встречу в преддверии нового парламентского сезона. В августе у депутатов завершаются так называемые парламентские каникулы. Мы сейчас активно работаем с нашими федеральными министерствами по выделению финансирования на основные проекты в рамках национальных приоритетов, которые обозначены в указе президента. Сейчас у нас уже на сегодняшний день есть понимание о получении дополнительно 600 миллионов рублей на национальный проект образования. Мы получим порядка 7 миллиардов рублей на проект безопасной и качественной автомобильной дороги в этом году. Мы работаем над запуском проекта по пристройке к больнице. Здесь независимо от того, получим мы положительное решение в федеральном центре или нет, мы будем в любом случае с вашего согласия рекомендовать или просить нас поддержать этот проект реализовывать, поскольку здравоохранение – это основа благополучия наших жителей. То, что вам удается привлекать федеральные средства, я считаю, что это очень важно, тем более на те вопросы, которые для нас являются первоочередными, а именно развитие инфраструктуры – это во-первых. И второе, проблемы образования у нас тоже стоят достаточно остро, поэтому, если эти вопросы мы будем последовательно и поступательно решать, то это будет очень хорошо. Александр Лутовинов также обратил внимание главы региона на необходимость мер финансовой поддержки сельхозпроизводителей. Если у нас будет такая возможность, я полагаю, что было бы неплохо изыскать дополнительные средства на то, чтобы продлить дотации на сельхозпродукцию, на молоко, для того, чтобы мы могли поддержать наших сельхозпроизводителей. За первые шесть месяцев 2019 года в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах воловой надой молока составил более 1700 тонн. Больше половины общего удоя по региону обеспечили фермы Нинецкой агропромышленной компании. Наращивают удои и крестьянские фермерские хозяйства. Росту показателей производства молока в округе способствует поддержка хозяйств из окружного бюджета. По данным ведомства, за пять месяцев 2019 года на предоставление субсидий молочным животноводам направлено более 87 миллионов рублей. Конечно, у нас во многих селах вот эти СПК являются такими, по сути, образующими предприятиями, на которых есть небольшое количество людей, работают. Ну и плюс это, в общем, неплохой вклад в том числе в наши продовольственные обязанности. Я предлагаю сейчас, я несомненно, если вы с такой инициативой выйдете, ее поддержу, предлагаю предложить принять это решение до конца года, для того, чтобы мы имели чуть более длительный период для анализа реального влияния вот этой меры на развитие сельских территорий нашего округа. Речь на встрече шла и о продолжении совместной работы органов государственной власти в части улучшения качества жизни в округе для отдельных категорий населения, в частности, для семей с детьми-инвалидами. Совсем недавно глава региона встречался с представителями общественной организации «Особое детство». Сегодня на базе организации предоставляются дополнительные образовательные услуги развития мелкой моторики, логопедии, адаптивной физкультуры, арт-терапии, ханк-терапии. С неходящими детьми работа ведется и на дому. Организация «Особое детство» входит в региональный реестр поставщиков социальных услуг. В качестве пилотного проекта она взяла на обслуживание ребенка-инвалида со множественными нарушениями здоровья и оказывает ему социальные услуги на дому по индивидуальной программе. Я здесь тоже попросил бы вас поддержать ряд инициатив, с которыми они ко мне обратились, которые, на мой взгляд, относят принципиально важный характер для таких семей и в целом очень социально направленный. Это и вопрос бесплатного питания для детей-инвалидов в школах, это и вопрос об оплате сопровождающего родителей, когда такие детки отправляются на лечение в медицинские учреждения, в другие округа, и еще целый ряд других. Председатель собрания депутатов Ниницкого округа заверил главу региона, что все обсуждаемые сегодня вопросы будут включены в повестку работы депутатского корпуса в новом парламентском сезоне.